На открытии форума первый замглавы КОМИ Алексей Чернов сразу настроил участников на рабочий лад. О проблемах СМИ власти знают. Главное понять, как решить эти проблемы. В результате сегодняшней работы, если будут найдены какие-то идеи, какие-то решения, мы, естественно, будем искать способы, те, которые в наших руках, и приложить свои силы, чтобы эти проблемы решать. На секции о государственных и частных СМИ часто звучало слово «разгосударствление». Его ввел президент Дмитрий Медведев. Это он заявил, что пресса должна быть независимой от власти, и потому логичнее перейти от господдержки к системе грантов. Речь должна идти о партнерских отношениях. То есть газета должна быть интересна читателю, она должна быть товаром. И если государство видит, что этот товар интересен читателям, то он, в свою очередь, должен стремиться к тому, чтобы через это СМИ какой-то социальный проект донести до читателей. Районные газеты от этой идеи не в восторге. Мол, в случае перехода на грантовую систему, печатать им придется только заказанные государством статьи. На остальное денег не будет. Можно, конечно, подработать на рекламе, но районки иногда лишены и этой возможности. Мы-то рады работать со всеми. Тоже у них эти полосы платные готовить. Но нет предприятий, район, дороги нет. Вот из-за этого тяжело. Впрочем, представители прессы понимают, раз государствование, процесс все же необходимый. Правда, к нему нужно подготовиться. Как? Каждый решает сам. Некоторые, например, задумались о создании попечительских советов. Сегодня уже говорили о попечительских советах. Но для каждой газеты не создашь попечительский совет. Опять же, мы на той неделе собирались в совет редакторов. И мы пришли именно к этому мнению, что нам для нашего холдинга необходим попечительский совет. А при этом попечительском совете уже может быть какой-нибудь фонд. Это, еще раз говорю, завтрашний день. От вопросов будущего участники форума перешли к проблемам насущным. Поговорили о национальной прессе. Пришли к выводу, коми-язык должен быть не только на газетных полосах, но и в интернете. Как известно, просторы всемирной паутины теперь осваивают не только молодежь, но и старшие поколения. Газетчики пока от своих читателей отстают. Предпочитают работать по старинке. Возможно, встряхнуть районки могли бы молодые кадры, но их не хватает. Нужно готовить. Желательно, по специальной бюджетной программе. Возможность ее создания главреды хотят обсудить сегодня с главой коми на его пресс-конференции.